Вот смотрите, 21 век на дворе. Я, значит, накладываю снежочек. Как назло, зима бесснежная, говорит Эльсияр Валиахметова. Для нее топить снег на плите – обычное дело. Так 61-летняя женщина добывает воду, которой в трубах нет. Сейчас буду топить его. В таких условиях, хочешь не хочешь, станешь изобретательным, говорит она. Согревает квартиру как может, хоть и понимает – это не дешево. Включаем обогреватель, они сутками работают уже. Этот дом компания застройщик «Паритет» сдала еще в октябре. По словам жителей, обещали дать тепло и воду уже через две недели. Люди поверили, подписали акт приемки. Вот вы лично его подписывали, почему? А потому что мне деваться некуда было, в саду еще холоднее жить. Сейчас на весь жилой комплекс Эльсияр Анваровна единственный постоянный житель. Чтобы приобрести эту квартиру, она продала свою старую в Казани. Ей некуда ехать. Остальные кто-то снимает квартиру, кто-то у кого-то у родственников живет, пережидает. Но единственное, вы знаете, и у всех уже надежды нет, что мог даже до конца декабря дать. В этой квартире сейчас холодно практически так же, как и на улице. И котельную, от которой зависит отопление в этом жилом комплексе, можно увидеть прямо из этого окна. Как видите, прямо сейчас там работают люди, и из трубы даже валит дымок. Но теплее от этого в квартире пока не становится. Руководитель компании-застройщика Дмитрий Грязнов оставил жильцам номер телефона. Жители комплекса считают, дело не чисто, трубку директор не берет. Не ответил и на наш звонок. Так в чем же причина отсутствия тепла? Мы попытались дозвониться и в офис компании. В исполкоме Пестричинского района нам сообщили о проблеме, знают. Сегодня там собрали экстренное совещание. В ходе совещания стороны обсудили пути решения сложившейся ситуации. На сегодняшний день все технические работы по котельной завершены. В результате смены обслуживающей организации котельной, так как истек срок лицензии, был заключен договор с другой организацией. Она сейчас занимается запуском газа. Сегодня готовность котельной должен осмотреть инспектор Ростехнадзора и дать свое разрешение. Жителям нового жилого комплекса остается надеяться, Новый год они встретят в тепле. Очень-очень хочется, чтобы, конечно, у них все это получилось. Мы же не такие уж какие-то, знаете, вот, аж мстители или что-то. Мы просто хотим, чтобы нам дали тепло. Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Пестричинский район. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.